В Кургане открыли новое исправительное учреждение для отбывания наказания в виде принудительных работ. Участок при ЕК-1 на 30 осужденных переоборудован в исправительный центр на средства из бюджета области. Раньше приговоренные к исправительным работам отправлялись в другие регионы. В Уфиц на каждого осужденного приходится по 4 метра жилой площади. В здании центра есть спальное помещение, комната для приготовления и приема пищи. Сделаны удобные душевые кабины, санузел, бытовые помещения. Имеется комната для проведения воспитательной работы с осужденными. Первые обитатели поступят в Уфиц в течение недели. В Кургане в 2021 году появится приют для бездомных животных. Средства на это выделят из областного бюджета. Кроме этого, в Кургане и Шадринске создадут специальные площадки для выгула собак. В областном центре участок уже выделен. Площадку обустроят уже в этом году в районе улицы Свердлова, недалеко от реки Тобол. В 2022 году планируют сделать площадку с тренажерами для собак в 4-м микрорайоне Заозерного. В Шадринске уже есть площадка для выгула. В 2021 году ее оснастят тренажерами. В Китайске такая площадка появилась в 2020 году в рамках программы «Комфортная городская среда». В Горсаду продолжат благоустройство. По общей концепции он останется зоной тихого отдыха без аттракционов. В парке установят дополнительные скамейки, разобьют цветники, сделают освещение, поставят туалет. Вход со стороны улицы Карла Маркса штукатурят и окрасят. Фонтан у входа со стороны улицы Ленина заменят на новый. На новой площадке для детей в середине Горсада уложат травмобезопасное прорезиненное покрытие. Деревянные фигуры по мотивам русских сказок перенесут ближе к площадкам для игр. Неподалеку от цветового фонтана обустроят тихий шахматный скверик, установят беседки с досками для игры в шахматы. Кроме того, в Горсаду собираются сделать аллею славы. В нее занесут имена людей, оставивших в истории города значительный след. К 76-летию победы на территории городского сада установят новый арт-объект. В Курганскую больницу номер 2 прибыли 12 специалистов федеральных центров. Они будут помогать курганским коллегам оказывать медицинскую помощь пациентам с ковидом. В инфекционный госпиталь Курганской больницы номер 2 доставляют самых тяжелых больных. Федерация по просьбе региона вновь готова оказать помощь высококвалифицированными кадрами. К нам прибыли 2 кардиолога, 6 анестезиологов-реаниматологов, сердечно-сосудистый хирург, 2 медсестры-анестезиста и медбрат. Планируется, что они будут работать в Кургане до 3 марта. Они окажут не только серьезную практическую, но и методическую помощь нашим врачам. Урельский полпред Владимир Якушев осмотрел Курганский аэропорт, находящийся на реконструкции. Зона досмотра в аэровокзале перенесена на второй этаж. Сейчас там идут внутренние работы. Там появится комфортная зона ожидания с видом на взлетную полосу. Уже заменены витражи со стороны лётного поля. На первом этаже останется зона регистрации в стадии завершения. Здесь и бизнес-зал. Оборудуется зона ожидания для маломобильных граждан. Когда на улице потеплеет, будут продолжены работы по облицовке фасада. Планируется, что к концу 2021 года основная часть работ будет завершена. На лето запланировано благоустройство прилегающей территории, появится удобная парковка и аллея. В зауральских колониях прошёл конкурс снежных фигур. Женщины из ИК-7 слепили палеонтологический музей, химолабораторию учёных и даже космический корабль. В лечебном исправительном учреждении номер 3 среди персонажей фигура медика с книгой «Коронавирусе». В ИК-2 слепили быка как символ 2021 года и полноразмерную копию танка Т-34. Жюри особо отметило творение осуждённых ИК-6, Дед Мазай и Зайцы. Им и досталась победа в конкурсе. В 2021 году на благоустройство дворов, парков, скверов и зон отдыха в Заурале выделят более 220 миллионов рублей. На эти средства преобразят 55 общественных и 30 дворовых территорий в Кургане, Шадринске и 18 районах. Масштабные работы проведут в Кургане, благоустроят набережную в Западном и территорию у пляжа Бабьи Пески. Преобразится пешеходная зона в районе улиц Галкинской, сквер около памятника Александру Матросову. Два сквера в посёлке Восточном и зона отдыха на бульваре Солнечный. Также планируется привести в порядок 21 двор в многоквартирных домах. Девять дворов благоустроят в рабочем посёлке Варгаши, в Звериноголовском районе благоустроят муниципальный рынок. В городах Петухово и Катайске завершат набережные имени Павла Юдина и Семь Ключей. На улице Куйбышева от Дрожзавода до улицы Пролетарской началась модернизация коллектора диаметром 1000 мм. Стоимость работ – 152 млн. рублей. Их выполняет ООСМ «Картель». Срок исполнения – конец 2021 года. Сейчас идут работы в районе дома номер 122 Покуйбышева. Выполнена установка временных перекачивающих станций гидрозатвора, ведётся разработка грунта, установка шпунтов, поставка материалов на объект. Демонтирован участок железобетонного трубопровода диаметром 1000 мм. Подрядчик приступил к прокладке нового полипропиленового гофрированного трубопровода низкого давления аналогичного диаметра. По сравнению с железобетонным он более долговечен. Производитель даёт гарантию минимум 50 лет. На сегодня проложено порядка 60 метров. Есть небольшое отставание от графика, подводит погода. При морозах сложно работать, происходит частая поломка механизмов. К тому же по нормам укладывать полипропиленовую трубу можно при температуре не ниже минус 15 градусов, иначе она становится хрупкой. Работа осложняется тем, что рядом с коллектором проходит множество других коммуникаций. Приходится действовать предельно аккуратно. В марте, когда потеплеет, подрядчик планирует сократить отставание от сроков и перейти на круглосуточный режим работы. С весны будет укладываться в сутки по 12 метров трубы вместо 6. В Кургане из-за резких перепадов температур пришлось демонтировать ледовый городок. В минувшие выходные прошёл дождь, а затем ударили морозы. Ранее предполагалось, что ледовый городок простоит до марта, но погода внесла свои коррективы. На центральной площади убрали ледяные фигуры и горку. На этой неделе на новогодних городских площадках будут демонтировать ёлки, сообщили в мэрии. Правительство Российской Федерации приняло решение о переносе переписи населения на сентябрь 2021 года. Ранее был назначен срок с 1 по 30 апреля, поскольку ожидалось, что ковид к весне отступит. Ещё одна причина переноса – на сентябрь все будут дома. Люди вернутся из отпусков, станут готовиться к учёбе. В это время и погода хорошая, переписчикам не придётся ходить по морозам, а до сезона простуд ещё далеко. Всероссийская перепись населения в этом году впервые пройдёт в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуги. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ. Для участия в предстоящей переписи в Курганской области планируется привлечь более 2000 человек. Водный союз начал подготовку к весеннему паводку. Основная работа перед началом весеннего половодия ведётся на городских гидроузлах. Проверяется исправность тех механизмов гидротехнических сооружений. Весной во время паводка увеличивается нагрузка на коммунальные сети. На предприятии создан необходимый запас реагентов, подготовлены подвижные откачивающие средства, компрессорные установки. Работы по распиловке льда на реке Табол пройдут у мостов в створе улиц Кирова и Ленина. Будут приняты все меры по сохранению надлежащего качества питьевой воды на входе в распределительную сеть города. В Курганской области уже неделю ежедневно регистрируются менее 100 новых случаев коронавируса. В день они диагностируются примерно у 92-96 человек. С начала недели по 4 февраля в регионе выявлено 376 случаев ковида. По выздоровлению выписаны 343 человека. Всего в Курганской области с начала заболеваемости зарегистрировано 15 706 случаев ковид-19. 4632 зауральцы уже поставили прививку, из них 1588 обе дозы. В целом по России отмечается улучшение ситуации с коронавирусом. В Курганской области в Курганской области Субтитры создавал DimaTorzok